Итак, это по-прежнему Дубай-Марина, ведь снова сегодня 15 число и вторая часть пролизонского балета. Оно же ругательное выступление про город Дубай, так как тут сейчас неожиданно публично, обычно тут бывает намного меньше народу, материться я постараюсь либо намного реже, либо в тот момент, когда никого нет рядом. Итак, что мне не нравится в Дубае? Первое, это климат. То есть, если бы я родился в Таджикистане или Узбекистане, то, наверное, да, местный климат для меня был бы как раз. Но так как я родился в краях намного более холодных и далеких от солнечного юга, то здешний климат мне не нравится. То есть, здесь жарко, здесь вблизи береговой черты еще и влажно. То есть, в глубине бы пустыни, возможно, это еще не так бы сильно чувствовалось. И плюс тут, как ни странно, сейчас наступает период зимы и при этом становится неожиданно прохладно. То есть, в пустыне уже может быть до плюс 19, там плюс 18, даже плюс 15. То есть, без одежды уже может быть тяжеловато кому-то. И сегодня, например, с моря дул очень холодный ветер. Я себе застудил одно ухо. Ну и вода по утрам уже тоже не хорное молоко, там плюс 30, а такие себе порядочные, где-то плюс 18 градусов, плюс 20. Как во взрослом бассейне. То есть, с одной стороны, днем стоит жара по-прежнему, несмотря на зимний период. С другой стороны, вероятность того, что вы неожиданно простудитесь, понадевшись на жаркую погоду, существует. Ну и комфортное времяпрепровождение в некоторых местах уже становится не таким комфортным. То есть, всегда жарко, когда не жарко, тогда неожиданно холодно. Причем так холодно, что так оно не должно быть и не нужно, и некомфортно, и лучше бы его не было. Второе. Это, собственно, город. Как единая среда обитания. Здесь ее по факту нету. Дубай представляет из себя набор заповедников гоблинов. Типа, вот у нас деловой район, заповедник гоблинов. Типа, Дубай-Интернет-Сити. Вот у нас финансовый район. Типа, Дубай-ФЦ. Вот у нас заповедник для экспатов и туристов. Типа, Джумиры. И Дубай-Марины-Бич. И все такое. То есть, единственный транспорт куда-то добираться без проблем... Транспорт как возможность добраться куда-то без проблем, это машина. Соответственно, метро здесь Куция. Ну, в целом, Куция, оно фактически идет сквозь город. От норков каких-то здесь нету. Только есть дополнительные ветки. Это в сторону Дубайской биржи. И в правой части города, вдоль реки. Все. То есть, чтобы добраться от центральной хорды, от улицы Шейха-Заеда или от той же линии метро куда-то в район поглубже, вам придется либо ловить себе такси, либо как-то ловить местный автобус, если он ходит. Ну, либо ходить пешком, что в 12 дня, например, представляет из себя весьма нетривиальное занятие. Травайчик тут есть, но он, как правило, связывает с собой образовательный центр, местный Дубай Интернет Виллаж и, собственно, местную же Марину. То есть, как я понимаю, место жительства экспатов и место их обучения. Все. Автобусы меня не пользовался, но они тут есть, куда-то ездят. То есть, попытка, например, походить пешком, поисследовать город, именно город, привела к тому, например, что я вот пешком на вскидку прошагал от места проживания до Дубай Интернет Сити, до станции метро. Ну, километров, наверное, 15, что ли. Причем, единственный вариант, чтобы добраться из одного района города в другой, для меня был исключительно эстакада по хайвею. Причем, единожды заброшенные эту эстакаду, вы с ним не слезете. То есть, каких-то путей спуска в середине в виде, там, винтовых лестниц и прочих пандусов там не предусмотрено. То есть, ты встал на эстакаду и ты по ней, там, километров 5-7-10 идешь, потому что спрыгнуть высота, ну, метров 10 как минимум, а то и 15. То есть, это все габелла. А с другой стороны, у тебя там четырехполосные шестца. Это только в одну сторону. То есть, все. Соответственно, третье из бедной, собственно, организации города как единого городского пространства выступает низкая насыщенность города. Это не отдельных мест в этом городе, а отдельных жилых районов, как, например, в той же Марине. Все отлично с теми же кафешками, с магазинами, с объектами соцкульпт-быта типа прачечных. Например, с такой вещью, как банальный туалет. То есть, в том же деловом квартале туалетов тупо нету. Они, возможно, где-то есть внутри офисных зданий, но, соответственно, просто так вас туда не пустят. А если вы вдруг окажетесь в этом районе погулять после закрытия, после окончания основного рабочего дня, то вас туда тем более не пустят. Соответственно, ближайший туалет, который вы можете встретить, это будет где-то, ну, те же самые 5-7-10 километров на заправке. Или в каком-нибудь сетевом ресторане, типа Макдональдса, если он там еще будет в этом районе, а не в соседнем. И, соответственно, скрестив ноги там, туго напрягая мочевой пузырь, вы будете с матами по местным бауракам скакать до, так сказать, трону раздумий. Еще забыл добавить, это можно еще сказать в дополнение к первому пункту, к пункту про погоду. Неприятный воздух, то есть в городе очень много строек, соответственно, постоянно летит строительная пыль. И в городе много незащищенных пространств, то есть просто кусков пустыни. То есть если в местах компактного проживания, насыщенного, то есть вот как здесь, и стараются закрыть растительностью, либо искусственными газонами, то чуть подальше, где ничего самого не растет и нужно поливать. А так как пространства там гигантские, такого количества воды у них просто нет для полива почвы, там просто песок. Самый обычный, как в пустыне, соответственно, когда ветер дует с суши на воду, вся эта масса песка, даже не песка, а мелкой-мелкой пыли песчаной поднимается в воздух. И иногда становится очень неприятно, вплоть до того, что вместе с песком еще приходит смок со стороны центральной дороги, которая проходит город насквозь. И его точно так же несут в сторону жилых кварталов, бывает до того, что видимость ограничивается буквально 200 метрами. Что еще? Ну, то, что город дорогой, это нельзя записать в его недостатки, то есть, как говорится, канал куда ехал, и государство такое небедное, и столицы этого государства не может быть для бедных, это не Бангладеш какой-нибудь, то есть это нормально. Опять же, качество услуг и количество этих услуг, которые предлагают за эти деньги, оно, скажем так, нормально, оно себя оправдывает. То есть, назвать недостатком города его дороговизну нельзя, город этого заслуживает, он за счет этого, собственно, и живет. Еще одним недостатком можно назвать то, что здесь абсолютно не хрен делать, фактически. То есть, какой-либо богатой культурной истории, ну, этот кусок пустыни, он не обладает. Ну, бегали какие-то бедуины, там, 50 лет назад, или 100 лет назад, там, прибежав из-за Будаби, и занимаясь, там, лугли-рыбли, рули жемчуга, и, там, скачками на верблюдах, все, говорить не о чем. Какого-то культурного слоя такого, насыщенного именно современного арабско-дубайского, а не времен, там, халифата амиядов тоже нету. То есть, ну, да, там, что-то до пророка Мухаммеда было такое, там, северная ветвь Великого Шелкового Пути, потом кончилось все. То есть, музей представляет из себя достаточно жалкое зрелище. Заниматься тут чем-то, кроме шоппинга и вообще потребления всякой в дикой форме, ну, это, пожалуй, единственное, что тут можно делать. То есть, ходить по шопинг-моллам по местным, ловить акции там, типа, акции на день холостяка и тому подобное, ходить сегодня в один ресторан в такой-то кухне, завтра в другой ресторан такой-то кухни, там, сегодня взять себе ламборгини в аренду покататься, завтра взять фурари в аренду покататься, и все, город кончился. Больше тут делать абсолютно нечего. То есть, это просто город дураков из Незнайки, построенный посреди пустыни. И сбежишь ты от него, собственно, куда? В ту же самую пустыню, как местным диким бедуинам и верблюдам? Нет. То есть, я, честно говоря, не понимаю людей, которые видят в этом кусочке пустыни какое-то именно место для жизни. То есть, место для ведения бизнеса, да, под доение забеглых лохов, которые тут пытаются, стырив какой-то кусочек денег, либо в виде крипты, либо в виде валюты, либо в виде еще чего-то, купить здесь несчастную квартиру, там, за четыре сотни местных денег и получить, там, хотя бы базовый вид на жительство, там, сроком на три года, чтобы же попытаться устроиться здесь на постоянку. То есть, предложение тех же, ну, не застройщиков, скажем так, посредников помогал. Типа, вот тебе квартира, сроком в рассрочку на 10 лет, если переводить на русские деньги, то получается, что в год нужно засидеть где-то миллион рублей. Миллион рублей – это вполне посильная сумма, там, я не знаю, для какого-нибудь завод дела на рынке, там, или более-менее квалифицированного, ну, я не знаю, даже, там, не бухгалтера, а маркетолога в какой-нибудь корпорации. То есть, это, конечно, интересно, когда город позиционирует себя, как убежище финансовое для различных номеришей, натыревших денег и тех, кого не пустили, например, в тот же, в ту же Швейцарию, в тот же Сингапур. Но жить здесь мне бы, например, не хотелось. То есть, я реально не вижу у этого города будущего. То есть, он еще проживет там сколько-то, 10, 20, 30 лет, 50, может быть, лет. 50 лет он уже протянул, 50 лет еще, может, протянет. А дальше все, Габелла. То есть, собственных финансовых институтов у него нет, у него нет даже собственной валюты. Их валюта – это фактически фантик переводной с доллара, жестко привязанный к курсу доллара. Армий своей у них нету. А каких-то финансовых, не финансовых, а религиозных институтов у них тоже нету. То есть, так как они мусульмане, то для них, собственно, важнейшими городами являются Мекка и Медина. Мекка и Медина, так как они мусульмане-сунниты, то Мекка и Медина, они принадлежат Судовской Аравии, а не Объединенным Арабским Эмиратом, какой-то своей ветви ислама, наподобие того же ваххабизма, до которого дотрахался хотя бы Катар, у них тоже нету. То есть, получается, что это полностью несамостоятельное такое псевдогосударственное образование, которое не трогали просто потому, что пока были более-менее сытные времена, спокойные, когда никому не хотелось раскачивать лодку, ну и когда были другие кандидаты на дерибан. То есть, когда времена станут более голодными, они уже становятся более голодными. Ну, посмотрим, что случится со всем этим местом. Из песка оно вышло, в песок оно уйдет. Еще мне не нравится то, что после закрытия Турции и Египта, и Туниса в том числе, и Греции, и Кипра, и тому подобного, сюда ломанулся массовый пакетный отечественный турист, то есть пресловутый Тагил, который привык жрать поддельный вискарь, не выползая из бассейна отеля, и закусывать потом тазиком скверно сделанного оливье. То есть, местные персонажи, которые бухими приходят на пляж, которые не могут, выкурив сигарету, донести бучок до урны, хотя там идти-то 10 метров от силы, блин, не могут донести огрызок яблок и так далее. В общем, худшие образцы обитателей, там, какой-нибудь Анапы или Геленджика, они вот теперь здесь, и, соответственно, ну, мне, например, неприятно находиться среди таких людей, и с моей точки зрения, Дубай, как место именно для пляжного отдыха, он сильно-сильно просел. То есть, сейчас-то по факту какой-нибудь, ну, тот же Геленджик на максималках. Еще хорошо, что я не женщина. Будь бы я женщина, я тут вообще вешался. Садишься на пляж, вокруг тебя через 5 минут образуется хараот из индусов, который вроде как незначай скучиваются вокруг и начинают друг друга фотографировать, попутно захватывая, естественно, тебя. Ну, кому-то, может, нравится, кому-то, может быть, даже за этим ездит. Что еще можно сказать? Ну, по поводу, собственно, качества интернет-связи сказать нечего. Она здесь вполне себе на уровне. И, ну, пожалуй, все. Вот, собственно, то, что не нравится, это климат, это транспортная связность, это отсутствие городской среды как единого пространства для жизни, а не просто заповедников для автомобилистов и для мест для проживания. Это, собственно, то, что оно стало хуже, это место для пляжного отдыха. То есть, если раньше... Ну, и тут еще нужно сказать, что я-то, собственно, живу в Джумире, а ее не зря называют русским пляжем. То есть, в каких-нибудь других пляжах, типа Аль-Мамзара или Мадината, там вполне возможно все намного-намного лучше. Вот, по крайней мере, в данном конкретном месте местами Тагил-Тагил. Ну, вот, собственно, как-то все. Даже обошелся без особого мата. То есть, можно было бы, конечно, углубиться там в обсуждении ближайших, блестящих перспектив этого места. То, как иногда бывает, очень сложно снять деньги, потому что местные банкоматы тебя посылают. То, что некоторые операции тебе вообще недоступны, потому что ты не являешься клиентом местного банка, а клиентом местного банка ты не можешь стать, не имея удостоверения и разрешения на жительство или вида на жительство хотя бы. И тому подобное, и тому подобное, и тому подобное. В общем, здесь хорошо жить только местным арабам, те, которые тут родились, особенно если они откуда-нибудь из верхушки общества, из верхней части. Из шейхов и им подобных. Соответственно, для всех остальных, ну, хочется вам чувствовать себя недогражданином и недочеловеком. Ну, как говорится, пожалуйста. Дуракам везде у нас почет. Добро пожаловать. Ну, по цыганам, да, хорошо. Которые на крипте там лохов накидали. Приехали сюда за крипту же. Что-нибудь себе купили. Быстро-быстро сляпали вид на жительство на 3 месяца и начинают потом постить в Инстаграм фоточки. Про как нужно правильно жить. Как нужно ездить на Роллс-Ройсе. И как нужно деньги пальцами ног поднимать. За что им, правда, потом приезжает полиция и начинает бить по заднице. Но, как говорится, дураков не сеют, не жнут. Каждый год рожает. Ну, собственно, все. Все, что хотел, сказал. Возможно, чего-то еще забыл. Обошелся даже почти без мата. Как-то так. Сейчас где-то 10 часов. Сейчас около 8 часов. Так что я сейчас в магазин и потом до дома. Всем пока.